Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Совсем недавно, значит, мы разбирали заявление Прокловой. Об этом говорила вся страна. Она приходила и в программу к Малахову. Значит, все дело в том, что после этого издание телепрограммы Точка Про связалось с Прокловой. И Проклова заявила, что решила рассказать об этом, обо всем, о том, о чем она рассказала. Исходя из того, что прочитала интервью советская актриса Антоненко, от 19-го года, которая проживает в Америке. И она говорит, я, прочитав это интервью, поняла, что дело не во мне. Я еще раз скажу, друзья, у меня сначала вызвал шок, был шок от ее заявлений. Но, по большому счету, я считаю, что она сделала абсолютно верно. Потому что, вы знаете, когда пишут, а зачем она открыла свой старый, поганый, грязный рот? И такое пишут. Мне просто интересно, я уже задавал вопрос, у вас есть дочери вообще или нет? Мне кажется, те, кто пишут, это у тех нет дочерей. Скажите мне, пожалуйста, в комментариях, почему ваша дочь, если она хочет быть бухгалтером, и она в первую очередь личность, как и мужчина, личность, уже потом девушка, женщина, мужчина, мужчина. Это в первую очередь личность, в которой заложено свое божье зерно. Кому-то суждено стать актрисой, кому-то бухгалтером, кому-то экономистом, юристом. Каждый хочет своего в соответствии с заложенным божьим зерном. Главное понять, что заложено, чтобы человек, который мог быть блестящим, например, юристом, не стал, условно говоря, бухгалтером. И наоборот. Но почему ваша дочь, которая является личностью, должна отказаться от профессии бухгалтера, если ее, например, когда она пришла трудоустраиваться после вуза, негодяй, мерзавец и подонок какой-то будет склонять к непонятным вещам на каком-то там, как вот говорят, режиссерской, значит, режиссерская лавочка там или диванчик. А здесь будет бухгалтерский диванчик, директор, например. Вы также скажете, а что такого? Ну, бросила, да и все. Ну, хорошо, а в актрисах вы говорите так, что, ну, бросила там роль эту, не стала сниматься, а ее вообще не будут снимать. А почему она должна отказываться-то от этого, я не понимаю. И, главное, пишут, ну, отказалась бы, да пошла там работать куда-то. А почему она должна отказываться? Почему ваша дочь должна отказаться? Вы бы хотели, чтобы ваша дочь реально вот так вот, такой участь у нее была? Вы бы сказали, доченька, закрой свой поганый грязный рот. Не надо, так сказать, плохого говорить об этом мужчине. Да нет же, вы бы возмутились, сказали, моя дочь, да как это может быть? Поэтому, друзья, нужно все-таки ставить себя на место этих людей. И самое главное, проклова, вы знаете, лжет она или говорит правду, но добилась она одного. Она такой цунами пустила, и теперь все те, кто сидят и распределяют не только роли, но в том числе и в компаниях распределяют там должности и так далее, значит, взять или не взять молодую девушку, что называется, да, в прямом смысле и в переносном смысле, значит, и на работу, и не только на работу. Подумают 200 раз, потому что она завтра пойдет на федеральный телеканал и расскажет об этом мужчине все. Поэтому я считаю, что вот уже проведя такой анализ, я считаю, что проклова совершенно правильно поступила. Она действительно сделала очень много, вы знаете, заявить такое, да, конечно, какие-то ее заявления предыдущие о мужчинах там и так далее. Но вы знаете, вот дочь Миронова пишет, пачерица, не пачерица, ну, давайте не будем уж вдаваться там, так сказать, уж настолько сильно в, значит, родственные связи. Дочь, дочь, она себя так называет, и я думаю, что мы тоже не будем уж настолько сильно. Все дело в том, что Мария Голубкина побеседовала с подписчиками в Инстаграм, сейчас у всех есть Инстаграм, прямые эфиры проводят, подписчики задают вопросы и так далее. И вот она побеседовала, и ее спросили насчет проклова. Я уже видео такое снимал, но она там говорила немножко на другую тему. И вы знаете, она сделала абсолютно шокирующее меня личное заявление. Она сказала, что мой папа сам пытался затронуть проклова, что мой папа сам ее пытался затронуть. Андрей Миронов. Значит, и вы понимаете, да, о чем идет речь? Речь идет о том, что проклова заявляла о многих-многих-многих мужчинах из профессии. И дочь Миронова, Голубкина, говорит, мой папа сам хотел затронуть проклова. Значит, актриса Мария Голубкина во время общения с поклонниками в Инстаграм, пишут, встала на защиту своей коллеги, актрисы Елены Прокловой, которая ранее рассказывала о домогательствах к ней в юности известного актера. Значит, речь, как известно, пишут, шла об Олеге Табакове. Сама Проклова, еще раз повторюсь, не называла Табакова, но, тем не менее, вот из ее ответа, что она говорит, это Антоненко, которая давала интервью от 19-го года, столкнулась, значит, с тем же человеком, с которым, так сказать, были проблемы у меня. Но Антоненко говорила о Табакове. Косвенно так вот все, и оно и получилось. Пользователи напомнили Голубкиной, что Проклова в разные годы крутила романы со многими звездами советского кино и знаменитыми артистами. Ну, основные претензии, что Проклова вот такие вещи говорит, сама, так сказать, там не пропустила ни одного. Вот что говорит Голубкина. Может, у нее и репутация, поэтому не ахти, потому что ее так с детства харассили. Ну, имеется в виду, что домогались. Женщина ведь красивая. Мой папа сам ее пытался затронуть. Я его понимаю, но она ему отказала. То есть, Мария Голубкина заявляет о том, что, помимо всех тех, кого перечислила Проклова, мы можем понимать, что Проклова умолчала об одном человеке, как минимум. Это Андрей Миронов, который пытался что-то, так сказать, поиметь с Прокловой. Но она ему отказала. И об этом говорит Мария Голубкина. Я читаю вот то, что, собственно говоря, указано среди прочего, что действительно она заявляла на прямом эфире. Как отметила Голубкина, в те годы Проклова просто не могла вынести эту историю с домогательствами Табакова на публику. Пишут открыто уже. Ей бы просто не поверили, да еще и саму бы обвинили во всех смертных грехах. Карьеру актрисы же бы она сделала в любом случае, потому что обладает талантом. Знаете, я думаю, что карьера актрисы больше, наверное, здесь зависела все-таки от дедушки. Я, насколько понимаю, там дедушка тоже режиссер. То есть кинематографическая семья-то, в общем, совершенно непонятно, зачем нужно было терпеть это все, учитывая, что семья-то кинематографическая. Ну да ладно, это 20 раз уже все говорено-переговорено. Меня, вы знаете, потрясло вот это заявление Голубкиной, которое сделала она, что Проклова действительно была, ну сейчас она уже в годах и так далее, но в молодости красивой женщиной, она говорит, и мой папа Андрей Миронов сам ее пытался затронуть. Я его понимаю, но она ему отказала. То есть она понимает, почему он это пытался сделать, потому что красивая женщина. Но Проклова отказала. Вот такие дела. То есть, когда мы говорим о Прокловой, что она, так сказать, никого там не пропустила, все через нее прошли, я имею в виду те, о ком она рассказывала, известные артисты, а как минимум один человек через нее не прошел, по ее же инициативе, это Андрей Миронов. И это, я считаю, сенсацией, потому что, конечно, об этом нигде не говорилось, и об этом нигде не сказано. Откуда знает об этом Мария Голубкина, я не знаю, навряд ли бы отец ей рассказал об этом, но она утверждает, что Андрей Миронов пытался, тыссать, что-то с Прокловой. Друзья, вот такие новости, пишите просто ваши комментарии, что думаете на сей счет. Обойдемся без упоминаний, пачерица, не пачерица, тыссать и так далее. Здесь, я думаю, что суть все-таки в другом статье. Но меня это шокировало. Друзья, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, ставьте лайки, дизлайки. Напоминаю, что есть Инстаграм, куча новых фотографий, прямые эфиры проводятся, значит, выливайтесь, что называется, в нашу Инстаграм-команду Будда Гришна, нижнее подчеркивание единичка, или Будда Гришна на русском, рядом три российских флага. Всем пока, друзья, до встречи.